Всем здарова! Всем привет! Текласт выпустили новую модель Т50 Pro. Новый планшет от китайцев с памятью 8128. Давайте смотреть. И с большим экраном. Ну, как с большим? С таким довольно крупным экраном. Итак, вот он сам планшет. Убираем пленку. Первую под ней есть еще одна вторая пленка. Защитная пленка, которая спасает экран от царапин. Ее можно не убирать. Ее никто обычно не убирает. Сам планшет очень получился изящным. Почему? Потому что он очень тонкий. Очень тоненький и очень легенький. Его реально приятно держать в руках. Также у него на манер телефонов сзади аж целых две камеры. У планшетов это большая редкость. В основном все ставят камеру, ну, чтобы было. Чтобы просто была какая-то камера. Ну, какая простенькая камера, дешевенькая в планшете. Зачем там крутые камеры, да? А здесь поставили аж целых две камеры. Походу еще двойная вспышка здесь установлена. Вот. Серьезный такой видок у планшета. Конечно, логотип у них на любителя, да? Такой своеобразный шрифт какой-то, китайские иероглифы. Я думаю, им надо сделать ребрендинг. Более такой логотип сделать современный в стиле минимализма, как сейчас все делают. Внизу еще одна наклейка, но ее я убирать не буду. Пускай будет T50 Pro. Здесь написано, что Made in China. Что по разъемам? По разъемчикам. Значит, планшет сам сделан из алюминия. Вот это вот вставка пластик. Здесь у нас находятся две аж кнопки. Регулировка громкости и кнопка включения. Два выреза. Это походу микрофоны. Или что это? Ну, должны быть микрофоны. Ну, что-то их много слишком. С этой стороны динамики, разъем для зарядки Type-C и разъем для чего-чего. Сейчас посмотрим. Для сим-карт, либо для флешки. С этой стороны еще один микрофон. И здесь два динамика. Итак, ну что, включаю. Включаю планшет. У него должны быть очень маленькие рамки. Сейчас мы это посмотрим. Текласт. Пленочка уже, видите, покрылась небольшими отпечатками пальцев. Пленка защитная. В комплекте с планшетом идет блок питания. Блок питания белого цвета с выходом Type-C на 18 Вт. Быстрая зарядка. Скрепка, чтобы открыть сим-лоток. Тоже сейчас заценим, что за сим-лоток здесь. Так, иди-ка сюда. Ну-ка, можно ли сюда симку поставить? Если симку можно, то вообще отлично. Да, это комбинированный лоток, две сим-карты, либо одну сим-карту и флешку. То есть этот планшет еще и можно использовать как телефон. Ну и для мобильного интернета тоже. Так, дальше еще есть кабель USB Type-C и документы. User Manual, гарантия. Все понятно. Стандартная комплектация. Это можно убирать. Ну что, переходим к планшету. Текласт вообще давно уже занимается планшетами. Это уже такая фирма, можно сказать, опытная в планшетах. Так, включаю. Разблокировка. Ну что, поехали. Первое. Оба, включился. Вот такой вот экран, здоровенный, 11 дюймов. И посмотрите, какие для планшета, как для планшета, маленькие и тонкие рамки. Мне нравится. Как будто держишь маленький телевизор у себя в руках. И он при этом легкий и тонкий. Самое главное, он тонкий. Стоит сейчас такой планшет около 20 тысяч. Здесь экран 11 дюймов IPS, 2000 на 1200 пикселей. Хорошее разрешение, в принципе, нормальное. По, давайте, по яркости. Сейчас я отрегулирую. Вот она, максималочка яркость. Максимальная яркость экрана. Экран яркий, IPS, здоровый. На таком экране удобно будет смотреть именно видеоконтент. Вот именно какие-нибудь фильмы, прям с полным погружением. Экран реально здоровенный. Приятно будет посмотреть фильмы. Я бы на нем посмотрел кучу фильмов или сериалов. Дальше. Здесь есть такое типоподобие. Вот это вот, видите, строка навсегда активна. То есть внизу. Вот эти приложения, последние запущенные. Ну, не то, что последние запущенные, а самые вот эти вот на нижней строке. Они всегда у вас остаются внизу, рядом с кнопками домой, назад и меню запущенных приложений. А кнопки смещены вправо. То есть надо к такому расположению тоже будет привыкать. Android здесь 13. Давайте посмотрим о планшете. Вот он, версия Android 13. Экран хороший, яркий, большой, но 60-ти герцовый. То есть повышенной герцовки не будет. В настройках экрана можно поставить автояркость, можно вручную, можно темную тему поставить. Ночную подсветку. Это режим защиты зрения. И масштаб экрана поменять. Там шрифт побольше, крупнее значки. Вот, собственно, и все настройки. Такие простенькие, да? Теперь по железу. Есть меню приложений, есть беспроводное обновление. Процессор. Вот, самое интересное. Процессор здесь G99 Helio. Популярный процессор, самый популярный, наверное, сейчас среди медиатеков. Два ядра мощных, а 76-х с частотой 2,2 и 6 энергоэффективных. Я могу сказать так, что этот процессор реально хороший. Вот реально хороший, ни больше, ни меньше. Выдает примерно 4 стака в Antutu, поддерживает 4G, поддерживает 3G, Wi-Fi, Bluetooth, все понятное дело. 8, 256 у нас по памяти. 8 гигов оператива, 256 в стройке. Но некоторые пишут, что здесь аж 16 гигов. Почему так? Потому что это они считают вместе с расширением оперативной памяти. То есть не сколько сама оперативка, а вместе с расширением. А расширение здесь тоже можно на 8 гигов прибавить, то есть получится 8 плюс 8, да, как бы. Так, а что тут? Вот. У меня сейчас как раз установлено 8 гигов. То есть из-за этого пишут якобы 16. На самом деле 8. Своей, 8 добавочной. Вот, 8, 256 будет правильнее. Вот. По Antutu. Вот сколько набирает этот планшет. 356 тысяч баллов. NFC-модуль. Здесь его нет, то есть NFC, если вы хотите ходить с ним и платить, не получится. NFC-шки здесь нет. Да емае, хватит переворачиваться. Что-то у него сильно чувствительный датчик на переворот стоит. Можно звонить с этого планшета, если вставить сюда свою сим-карту, можно осуществлять вызовы, писать смс-ки, сюда WhatsApp подключить, да, к своему номеру, пользоваться мобильным интернетом. То есть этот планшет не только для домашнего использования, но и для выездов куда-то. Это очень удобно. Какую-нибудь сим-карту сюда воткнуть и всегда оставаться на связи и всегда оставаться с интернетом. Дальше, что еще по характеристикам здесь интересного? Мультитач. Мультитач здесь на 10 касаний. На этом экономить не стали. 10 касаний он спокойно отрабатывает. Скорость памяти. Так как здесь Helio G99, здесь уже память поддерживается UFS 2.2 формата. И давайте покажу вам сколько памяти, сколько, точнее, скорости он выдает. 626 мегабайт в секунду на чтение и 501 мегабайт. Это очень хороший результат. Реально. Для планшета тем более. Причем результат записи памяти в память тоже очень высокий, практически такой же, как на чтение. А вот по троттлингу что-то не сильно все стабильно. Я когда начал его тестировать, он вообще упал на 50%, но потом вроде как вырос на 80% и потом опять падал в какой-то момент до 60%, потом опять падал. Короче, он как будто никогда не работает на 100%. Не знаю, может это специально сделано, чтобы он много аккумулятора не расходовал, но как будто они немножко как бы зажали, задушили процессор, чтобы он никогда не выдавал свою максималку. Потому что даже вот в самом начале он почему-то не может, он работает буквально минут секунд 30, потом сразу проваливается. Как будто что-то процессору мешает полностью свою мощь раскрыть. Вот это мне непонятно. Ну и вот, как на таком огромном экране растягивается, идет PUBG, то есть во весь экран никаких обрезаний нет. Справа, слева, сверху. Идет нормально, четко, играть можно. Все работает прям вообще отлично. Эх, стоять! Так, а это что там полетело? Смотрите, недалеко от меня. Нельзя его подбить, чтобы он быстро опустился, этот, интересно, парашют. По нему стреляю, ему ничего не происходит. Надо туда к нему побежать. Ну, короче, прикольно, поиграть на этом планшете, позалипать, можно какую-нибудь игру такую, ну, серьезную установить. Не просто там Subway Surfers, да, как на телефоне там, а что-то такое более с открытым миром, большое, которое требует много пространства, много экрана. И вот в такие игры поиграть с удовольствием можно. Так, уже скоро добегу, смотрите, бегу, бегу, бегу. А нет, еще недалеко, он далековато, он опускается. Блин, что там в этом ящике? Мне бы тачку какую, чтобы побыстрее додобраться. А то сейчас, может, еще какие желающие там будут. Ребята, надо срочно додобежать. Вон, красный дым валит. Там по-любому что-то интересное есть. Алюбасу. 180 метров, 170 метров, 160 метров. Тут уже мои кореша тоже подбегают, короче, к этому ящику. Видимо, все хотят посмотреть, что там. Вот, наконец-то я тоже подбежал. Так, тут какие-то каски лежат. Я... Подождите, мне надо его открыть. Ой, там ничего не было. Эй, крыша, подождите меня, вы куда уехали? Стой! Че меня-то не подобрали? Ё-моё, уехали без меня. Так, ну а вот так идут видосики, короче, Full HD, 60 кадров в секунду с YouTube, можно растянуть экран, можно вообще зазумить хорошо на YouTube. То есть, тоже для видеоконтента отлично подходит. Толщина, кстати, этого планшета всего составляет 7,5 мм. Невероятно тонкий, как они пишут, прямые края, полированная металлическая поверхность. Ну и реально телефон, точнее планшет, чувствуется как дорогое устройство, не дешевка. Это уж точно приятно им пользоваться. Дальше. Есть LTE, есть LTE. Батарея. 8000 мА, несъемная батарея, литиевая батарея и 18 ватт быстрая зарядка. Ну, насколько хватит? Хватит часиков на 7 активной работы. Там, допустим, беспрерывного просмотра фильмов, беспрерывной игры. Где-то часиков в 7 у вас будет. Ну, а в среднем режиме около суток будет хватать. Wi-Fi есть 2,4 ГГц, поддержка есть 5 ГГц, Bluetooth версии 5.2, есть GPS, то есть, можно использовать его, ну, как навигатор, этот планшет. Это тоже неплохо. Дальше. По камерам. Здесь у нас две камеры, основной модуль это 20 мегапикселей с автофокусом, задняя камера, и второй модуль это якобы вспомогательная камера, даже вообще непонятно какого разрешения, то есть, это не ширик, не телевик, это просто типа вспомогательная камера, ну, как я понимаю, для портретов, наверное, затычка так называемая. И есть еще фронталка, фронталка вот вверху находится, она на 8 мегапикселей. Есть разблокировка также с помощью этой фронталки по лицу, то есть, когда мы телефон, планшет, точнее, вот так вот смотрим на него, он нас должен узнать и разблокироваться, но у меня просто эта функция сейчас пока что не настроена. Камера немножко подтормаживает, даже можно сказать не немножко, а много. Посмотрите, какой тут интерфейс, то есть, она как бы таким слайд-шоу идет. Ну, камеры в планшетах это, конечно, отдельный вид искусства, да, фото, они всегда хуже, чем телефоны за те же деньги, то есть, они как будто на несколько лет отстают от телефонов в этом же бюджете, то есть, то ли их по остаточному принципу, то ли они действительно людям не так важны в планшетах, что их прям ставят, ну, реально уже слишком простые, слишком по качеству примитивные. Видеокамера тоже вот такой вот интерфейс имеет немножко дерганый. Ну, в общем, ну, реально в планшетах камеры не то пальто, не то пальто, хотя фронталка неплохая, но слишком блеклая, опять, слишком серая какая-то, все такое темное получилось, я бы хотел больше, больше насыщенности. На снимке. То есть, камера как камера, в принципе, с автофокусом можно сфотографировать какой-нибудь будет текст. По функционалу здесь все просто, картинка видео, но вот задняя камера почему-то очень сильно у нее лагает, интерфейс вообще прям сильно. Капец, слайд-шоу. Вроде процессор мощный, камера нормальная, но подлагивает. Динамиков здесь четыре штуки, по два штуки, по две штуки на каждом краю, то есть, это стерео, четверное стерео. Звук очень мощный, очень громкий. Это максимальная громкость. Выше уже некуда. По звучанию это пятерка. Звучит громко, насыщенно, чисто, звучание классное, четыре динамика аж целых. Ну и по ощущениям, что я могу сказать про этот планшет? Они постарались его сделать максимально универсальным, не сделали разъем для наушников, зато есть разъем для флешки, для двух сим-карт, можно поставить сюда две сим-карты, либо одну сим-карту и флешку. Пользоваться как телефоном. Дизайн крутой, приятный дизайн, тонкий, тонкий корпус, очень маленькие рамки, как для планшета, большой экран, то есть, на нем именно потреблять контент будет удобно. Много памяти своей, много памяти оперативной. Процессор хороший, который ставится в большое количество телефонов сейчас и обладает неплохой производительностью. Из минусов камеры, камеры мне не очень понравились, экран 60 Гц и я бы еще добавил насыщенность. Опять, мне кажется, что не хватает как будто здесь красок, как будто экран блекловатый. То же самое могу сказать про фотки на фронтальную камеру, тоже выходит как будто блеклые. Динамики хорошие, четыре динамика, довольно громкие, хорошие. Комплект поставки нормальный, есть пленка на экране, есть быстрая зарядка, скрепка и кабель. В принципе, ну, такой необходимый набор. Нету только чехла. Можно сюда заказать какой-нибудь чехол, книжку, чтобы планшет оставался всегда в хорошем таком вот виде. Ну, чтобы его не уронить, не разбить, не поцарапать, потому что покорябать его можно очень просто. Вот такой вот планшет T-Clast сделали. Ссылку оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр, удачи и всем пока!